Всем привет! Сегодня суббота, 20 августа. Меня зовут Ренат Хасанов. И я выхожу с очередным выпуском нашего обзора финансовых рынков с сайта ftinvest.ru По традиции мы начинаем с наших индексов. Что такое наши индексы? Я подчеркиваю, если кто не знает, это модельный портфель FtInvest. И они есть на российском рынке и есть на американском рынке. Фактически это стоимость тех бумаг, которые в настоящий момент в нашем портфеле есть. Мы их продаем, покупаем, выходим, входим в акции. Вы это видите на нашем сайте постоянно. То есть реальность, то, что вы видите, вот эти два графика. Это, вот смотрите, синий – это то, что мы заработали. Вот тут было падение большое. А красное – это индекс московской биржи. То есть, что вы могли бы заработать, если бы вложились так называемые пассивные фонды. Ну, хотя эта идея в России не получила большого распространения. Ну, кстати говоря, зря, что не получила, поскольку у вас было бы больше понимания, больше бы вы осознавали важность вот той доходности, например, которую мы получаем. Так как, ну вот, допустим, США в основном все сравнивают с, смотрите, да, с индексом S&P. И вот здесь, вот, допустим, у нас вот тоже, ну, тут вот было снижение, да, российского нашего индекса, FAT Invest 11, но и снижение S&P тоже было, понимаете, да. Но, тем не менее, вы прямо видите вот эту нашу альфу, да, вот наше преимущество по сравнению с тем, вот, что принес пассивный, допустим, фонд, в который вы вложились, практически не платите за него деньги, хотя плата там все-таки есть, да. В России же, я вам скажу, что до таких фондов, как в Америке, типа Vanguard, там и других, да, их почти нет, да, есть ПИФы, которые работают на индексы Московской биржи, но там комиссию, которую они возьмут, значит, она около 4, колеблется от 4 до 5 процентов. Это довольно много, да, и если вы, допустим, сравните наши услуги, допустим, стоимость членства в нашем клубе составляет, там, ну, меньше, чем 20 тысяч рублей в год, я подчеркиваю, не в месяц, а в год, то вы можете просто сравнить это с размером своего портфеля, да, и оценить, допустим, если ваш портфель миллион, то 20 тысяч рублей – это, ну, всего лишь навсего 2%, понимаете, да. Но и при этом все-таки мы можем показать доходность, которая вот выше, чем Московская биржа, но, во всяком случае, это было в течение последних, вот, почти 7 лет, которые ведутся, вот, индекс FT-Invest.ru и FT-Invest.ru. Ну, давайте все-таки вернемся к нашим реальным результатам. Здесь у нас небольшой рост совершенно показан, индексы FT-Invest.ru. Мосбиржа, кстати говоря, нас опережает последние 2 недели. Ну, не знаю, насколько долго это продлится, в принципе, мы стараемся все-таки сейчас по теханализу так достаточно плотно работать с российскими акциями. Кстати, в меньшей степени, чем с американскими. В американскими в меньшей степени я начинаю обращать внимание на теханализ, так как там. Ладно, остановлюсь позже на Америке. В целом, ситуация вот такая, какая она есть, да, то есть, больших изменений пока у нас не имеется на российском рынке. Я и покажу потом динамику российского рынка отдельно. Но, в принципе, FT-Invest показывает рост последние 2 недели, что уже хорошо. Вот. Значит, FT-Invest 11, здесь негативная динамика у нас. И, видите, она такая, видно, что негативная, может быть, даже и продолжена. Но она негативная и в S&P 500. Значит, почему я все меньше уделяю технически вот это вот внимание теханализу, хотя все-таки это уделяю на самом деле, да. Почему так? Потому что, ну, вот, видимо, знаете, вот эти в Америке очень неоднородный рынок. Есть очень переоцененные акции. Это крупные корпорации типа, там, Apple, Microsoft, там, и так далее. То есть, это вообще пузырь реальный, да. Есть пузырь так называемых мемных акций, да. То есть, акции, на которые обращает внимание публика, отдельные инвесторы, да. А есть нормальные, недооцененные бумаги, которых большое количество. Но они тоже вместе ходят, понимаете, с рынком, к сожалению, да. То есть, вот мы, есть несколько бумаг, в которых мы практически как в состоянии купить и же находимся. Ну, можно было бы их продавать по теханализу? Ну, наверное, можно было бы, понимаете, да. Наверное, можно было, но как бы мне иногда кажется, что в этом нет смысла, так как мы можем не успеть, если случится какой-нибудь новостной разворот в этих акциях. Вот и все. И временно там какие-то потери, ну, потери условные, подчеркиваю, да. Временно какие-то потери, на них можно и пойти. Ну, хотя мы не говорим, что мы там полностью откажемся от теханализа. Просто у нас все больше и больше бумаг в нашем американском индексе. В российском то же самое есть, да. Ну, допустим, в Америке до этого такого разделения не было большого, да. Когда вот у нас вот есть то, что у нас находится в состоянии купи и держи часть бумаг, да. А часть вот мы продаем, покупаем. И вот все больше и больше у нас на американском рынке становится бумаг в стиле купи и держи. Ну, давайте вернемся в Россию. Это наша главная площадка, да. Здесь, ну, вот я нарисовал в пятницу вот этот вот график, да. То есть, это модель, говорящая о развороте вниз нашего индекса Мосбиржи. Ну, вот в течение всей недели я слежу за этим, да. И вот это, как же вы можете видеть график этот каждый день, да. Приходите к нам вечером, читайте нашу новость, краткий комментарий по поводу этого. Ну, там больше вот это, может быть, и сказать-то не скажешь, да. Если вы хотите быть вот в курсе того, что происходит. Я вот писал, что, ну, надеюсь, вот тут вот у нас был день, да, довольно удачный, да. Что рынок сможет преодолеть вот это сопротивление. И вот, смотрите, в четверг, это среда была, да. Вроде как пробил чуть-чуть, да, смотрите. Но, тем не менее, все равно откатился. И хотя четверг и пятницу, ну, все-таки, наверное, можно занести как положительные дни, да. Но, все-таки, видите, пятницу формально, формально у нас красный бар. Говорит о том, что рынок закрылся ниже, чем открылся. Он может упасть, открыться с падением, понимаете. Да, но закроется выше, будет зеленый бар, значит, ну, значит, у инвесторов в течение дня настроение улучшилось. Ну, что было, допустим, у предыдущих день зеленый бар, да. Но здесь у нас произошло, скорее всего, то, что настроение инвесторов не сильно изменилось. Поэтому, ну, вот как бы мы продали там две бумаги в нашем индексе. Ну, в них, кстати говоря, есть тоже, собственно, собственные модели негативные, да, медвежьи. Ну, а в целом, вот если смотреть на ситуацию в России, я вот уже об этом говорил, когда вот выступал во время отпуска, да. Вот смотрите, в реальности на российском рынке сейчас длительный боковик. Вот здесь вот единственное, что событие, ну, и вот тут вот был провал, да, тоже какой-то странный был день. Ну, вот смотрите, единственное такое прям событие, да, это вот оно обозначено, у нас его видно на графике. Это день, когда Беспром не выплатил дивиденды, да. Да, но если бы он выплатил, я думаю, что мы бы куда-то сюда бы с вами ушли бы, вот сюда, и вот так бы, может быть, да опять бы двинулись бы в этом боковике, да. Но Беспром не выплатил, да. Это, кстати говоря, пример, ну, не то, что вопиющий, это я уже много на эту тему возмущался, но вот это и управленческий, например, пример. Принятие управленческого решения вне интересов, например, акционеров. Есть так называемая агентская проблема, которая говорит нам о том, что управляющий чужим имуществом менеджеры начинают его воспринимать как свое, да, ну, или ведутся по отношению к нему как-то по-своему, да. И вот то, что вот произошло в Газпроме, ну, еще один пример того, как менеджеры не должны поступать, хотя они поступают. Вот если бы вы представьте себе, там какая-нибудь корпорация, там американская, там Баффет акционер, пускай с 10%. Если бы такое произошло, он бы завтра же организовал бы собрание акционеров, и они бы этих менеджеров просто взяли бы, да, и уволили, и все. И никому бы в голову не пришло бы принимать подобные решения. Ни одному человеку. Ну, тем не менее, видите, в России это возможно. Ну, я обращаю все-таки внимание на то, что вот после того, как произошел провал во время начала спецоперации, да, мы с вами имеем, ну, вот какой-то сплеск, ну, это вот сплеск был первых торгов там, да, а потом, 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 потом мы, по сути, имеем боковое движение, то есть без значительных изменений, без значительных изменений. И пока рынок не нашел для себя вот каких-то оснований, да, вот для того, чтобы, ну, вот какие-то изменения внести в свое состояние, да, не могу сказать, насколько долгим это будет. Ну, там есть какие-то подвижки, все-таки, знаете, в некоторых бумагах мы видим какое-то улучшение, ну, хотя там тоже улучшение, вот оно очень похоже с тем, что происходит на рынке, да. Диапазон изменений небольшой. Раз наступила модель, там максимума достигли, развернулись вниз, и здесь тоже. Вниз тоже как бы сильно не ходим, ну, хотя вот здесь вот летом были тоже, ну, я считаю, что это было связано с тем, что выходили иностранные инвесторы, может быть, не только иностранные, может быть, и российские крупные какие-то инвесторы выходили из российских акций. Посмотрим, что будет дальше. Ну, в целом, смотрите, ну, такой прогноз на неделю, да, думаю, не самый позитивный. Но мы не будем говорить, что обязательно все, может быть, сформируется разворот. Но все-таки, смотрите, вот это принципиальное значение имеет вот этот вот сейчас для рынка, для теханализа, имеет вот этот вот максимум 22, 21, ну, сколько там, да, 96, 86. Ну, давайте будем считать 22, 22, 4 двойки будем считать. Преодолеет, если все-таки наш рынок эту преграду, то тогда вот следующее, это вот уже уровнит, как до того, как «Газпром» принял вот это знаменательное решение. Ну, динамика курса рубля, ну, тоже она, на самом деле, такая боковая во многом, да. Ну, здесь можно сказать, что формировалась модель роста рубля. Да, я вот ее, вот, кстати, вот еще раз я подчеркиваю, на самом деле технический анализ является мощным инструментом. Я вот убрал модель, да, она у меня была вот здесь, да, все, тем не менее, все равно, видите, все равно перевесило. И в последние два дня российская валюта выросла. Не исключено, что вот этот вот, вот такого типа бар говорит нам о том, что, ну, в течение дня почти, почти, почти те, кому были больше нужны доллары, почти победили, да. Хотя был значительный просев, проседала российская, американская валюта более значительно, чем закрылась, да. Поэтому есть шанс на то, что доллар развернется, и это положительно будет для акций, да, то есть для акций, я так понял, что сейчас у нас все наоборот, да, когда доллар растет, российские акции, ну, воспривают, да, не знаю, более лучшее слово подобрать, да, но оптимизм на российском рынке возрастает, так как люди думают, что наши корпорации в рублях зарабатывают больше. На облигационном рынке, ну, вот здесь тоже, видите, никаких больших изменений нет, все то же самое практически уже несколько недель здесь. После принятия Центробанка вот этого знаменательного решения о снижении ставки до 8%, реальные ставки к этому уровню не пришли. И если мы хотим добиться этого, значит, Центробанк должен с помощью интервенции, с помощью так называемого количественного смягчения, начинать скупать наши облигации российские и на рынке, имеется в виду, скупать облигации и формировать ставку, ту, которую вот он хочет иметь, да. Пока ничего такого у нас нет, ставка носит чисто декларативный характер. Перейдем к международной повестке дня. Здесь у нас, ну, нефть, видите, так чуть-чуть-чуть притормозила падение, но пока вот здесь, кстати говоря, нельзя сказать, вот была у нас здесь модель роста нефти, да, ее преодолели за два дня, ну, и пока такого тенденции не видно, не видно, не могу сказать, что там нас ждет в ближайшее время в этом активе. Вот биткоин, посмотрите, я в свое время показывал вам вот эту вот голову-плечи, да, фигуру, и вот что, ну, вроде как потом сказал, что вот она не сработала, но на самом деле, вот смотрите, да, она почти всегда срабатывает, да, то есть вот вчера произошло сильное падение криптовалюты, и вот эта рекомендация, и, кстати, не факт, что она остановится, вот сейчас в этом своем падении вниз, да, и вот эта вот голова-плечи все-таки срабатывает. Смотрите, главное здесь надо сказать, что все-таки вот этот вот, ну, следующий день рост, ну, он как бы вот внес какую-то дезорганизацию, что говорится, в тренды, да, которые существуют в сознании вот таком коллективного инвестора, но тем не менее, смотрите, реально вот эта вершина не была преодолена. Да, они ходили туда выше в течение нескольких дней, но все равно откатывались вниз, 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 и вот все равно, видите, голова-плечи сработала, поэтому, когда мы имеем голову-плечи, наш принцип такой, да, лучше перебдеть, чем недобдеть, что называется, да, поэтому лучше мы в этом активе не будем находиться, если мы видим голову-плечи. Там сработает, не сработает, ну, видите, в итоге теханализ зачастую срабатывает, что вот мы, например, видим и на графике золото, посмотрите, да, то есть вот я то же самое нарисовал этот уже график достаточно давно, золото, желтый металл ходил вверх-вверх, что-то там пробивал вот эту вот нашу с вами трендовую линию, но тем не менее, основательно он ее все равно не пробил, двух дней подряд не было, вот только один день мы видим на графике, ну, и вот, видите, в дальнейшем технический анализ все равно предоплодает, то есть тренд имеет значение, поэтому оставайтесь с нами, тем более, что наша система предполагает не только использование технического анализа, но и фундаментальные, в основе все равно принимаемых нами решений лежит фундаментальный анализ, то есть стоимость отдельных бумаг. На прошлой неделе я показывал вам этот график, и как видите, как видите, техническая модель роста доходности облигаций в США срабатывает достаточно неплохо. Вот они уже приближились к 3%, это говорит о том, что рынок возобновил продажи облигаций, это, подчеркиваю, вот этот график, он, ну, как бы демонстрирует страхи инфляции, которые есть. Вот эти страхи возобновляются постепенно, народ избавляется от облигаций, и вот в акциях тоже произошел разворот вниз, смотрите, да, то есть я не могу сказать, что это технический разворот, ну, во всяком случае, никакой теории такой прям технического анализа не существует, но вот соединять, вот, допустим, да, апрель, да, с августом, ну, мне кажется, это все-таки уже перебор. Поэтому не могу сказать, что в Америке произошел разворот вниз, ну, может быть, да, но тем не менее, пока мы не увидим более близких максимумов, да, говорить о том, что это разворот в медвежью сторону мы с вами не будем. Поэтому, ну, в принципе, я бы не ждал вот в следующей неделе каких-то там крупных провалов или крупных движений вверх, ну, тем не менее, проявляйте осторожность, вот мы немножко в России продали, может быть, продадим что-то и в США. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok